В сравнении со многими другими классическими представителями политической философии, Маркс до сих пор является определенным символом политической борьбы по всему миру. Символом политической борьбы, естественно, с левой стороны, то есть это в борьбе за социальную справедливость, против экономического неравенства и подобных вещей, которые становятся актуальными лозунгами для борьбы с существующей системой. Надо, конечно, сказать, что здесь мы выходим на совершенно иной вопрос, насколько марксизм актуален в современном мире, но, тем не менее, конечно, ни один другой политический философ, наверное, не может похвастаться тем, чтобы его имя не являлось символом, а имя Маркса до сих пор является. То есть люди несут его портреты, там выходят с его флагами, и многие даже движения называют его последователями, хотя, конечно, здесь вопрос об отношении самого Маркса к этим движениям является весьма спорным. Долгое время, конечно, в 20 веке фактически половина мира, можно сказать, была связана с его именем, то есть с именем марксизма, социализма и так далее, однако, конечно, спустя много лет после окончания Холодной войны и Маркс начинает по серьезным образом пересматриваться в контексте того вообще, как он относится к истории политической философии. Сам Маркс, конечно, на позднем этапе, по крайней мере, в своей жизни не считал себя никак философом и, в принципе, даже не писал таких вот именно фундаментальных работ именно по политической философии. Собственно, главная его книга «Капитал» как раз-таки посвящена коренным образом именно вопросам экономики. То есть я упомяну, что когда эта книга выходила на русском языке, цензоры даже не посчитали, что ее стоит запретить, потому что они подумали, что эта книжка именно по экономике и, там, например, те же рабочие просто не поймут, что там написано. И в этом плане, конечно, Маркс остается весьма специфическим мыслителем то, что его язык описания политики серьезным образом связан с такой дисциплиной, как политическая экономия. В принципе, принято считать, что Маркс себя именно так и рассматривал, как ученого экономиста, наследника классической политической экономии, шотландского просвещения, что, однако, конечно, не мешало ему в изрядной степени их и критиковать. То есть если взять, собственно, сам «Капитал», который, я напомню, состоит из трех томов и четвертого такого тома неофициального теории прибавочной стоимости, то есть это исторические исследования по истории экономической мысли, конечно, главный объект анализа Макса — это капитализм. Что это такое, как он развивается и как он теоретически может быть преодолен. Сам Маркс предложил рассматривать историю в качестве определенной последовательности смены так называемых способов производства. Это определенные исторические эпохи, которые разделены в зависимости от того, что является основой для производства товаров. То есть Макс выделял рабовладельческий способ производства, феодальный способ производства, капиталистический, коммунистический и потом еще под конец жизни придумал азиатский способ производства, как некое такое государство, как собственник земли и средств производства. То есть, конечно, надо сказать, что концепция Макса серьезным образом была определенным таким сплавом из различных заимствований того, что он считал тогда актуальным с точки зрения науки. В принципе, если вы возьмете ряд работ представителей шотландского просвещения, я, например, упомяну о таком достаточно малоизвестном авторе, как Джеймс Деннам Стюарт и его исследование принципов политической экономии, вы уже там можете найти похожую систему. То есть идея исторической периодизации истории в зависимости от устройства экономического производства. Сам Маркс называл свое учение понимания истории материалистическим пониманием истории. То есть он и рассматривал материалистичность собственного подхода именно в зависимости от того, что в основе анализа является материальное производство товаров, экономика. То есть вот в этом плане. Поэтому, конечно, Макса иногда обвиняли в экономикоцентризме, хотя здесь, конечно, далеко не все так однозначно. Если все же, например, посмотреть Макса достаточно раннего периода, забегая вперед скажу, что из-за этого возникла некоторая дискуссия о раннем и позднем Марксе, как они соотносятся, крайне и друг другу противоречат и так далее, то, конечно, Макс в определенной степени пришел к идеям коммунизма, то есть идеям некоторого преодоления капиталистического общества, задолго до того, как вообще занялся вопросами экономики. Уже в его одной из самых первых крупных сочинений «Критики гигельской философии и права» содержится тезис о том, что вместо того, чтобы улучшать существующее положение, государство лучше как бы прийти к определенному преодолению всего этого состояния в некотором новом обществе. То есть что впоследствии станет коммунизмом, отсюда и развернулась интересная дискуссия о том, когда именно Макс пришел к ключевым положениям собственных идей. На раннем этапе или уже в более поздний, когда он, собственно, написал «Капитал» и несколько последующих работ. Помимо материалистического понимания истории, одним из главных достижений Маркса стала, например, в частности, теория прибавочной стоимости, которую он развил за счет обращения к трудовой теории стоимости о том, что источником стоимости любых товаров является количество вложенного труда в нее. Это, конечно, не означало, что, например, чем дольше работал конкретный работник, тем выше стоимость, потому что трудовая теория стоимости понималась Марксом в контексте общественно необходимого. По его мысли, рабочие создавали на предприятиях товары, вкладывая в него свою стоимость, но определенная частица этой самой стоимости присваивалась капиталистам путем экономической эксплуатации. И вот это самое противоречие между трудом и капиталом в дальнейшем должно было быть преодолено, в том числе посредством перехода к коммунизму, которое сам Макс рассматривал в таком несколько отдаленной перспективе, то есть у него даже была концепция диктатуры пролетариата, которую уже в дальнейшем развивали большевики и Владимир Ильич Ленин, который в том числе стал одним из самых известных марксистов уже в 20 веке. То есть что такое диктатура пролетариата? Это идея захвата государственной власти классом, пролетарским классом, и постепенно переход уже в новое состояние, когда это самое государство будет постепенно отмирать. То есть здесь, конечно, встает вопрос о том, что если мы возьмем схему Маркса, где действительно экономика является таким базисом, а все остальное надстройкой, концепция базиса и надстройки, то мы можем обратить внимание, что действительно эти идеи существовали и до Маркса. То есть идея восприятия, например, всех форм государства, как такого выражения экономического производства, в принципе, это стало, кстати, даже и впоследствии востребовано очень многими людьми далекими от политических взглядов Маркса, в частности, многие даже либералы и либертарианцы были согласны с тезисом о экономическом базисе. То есть в этом плане, конечно, можно еще также сказать, что Маркс выступил не только как вот такой сторонник экономического понимания общественного процесса, но также как некоторый критик идеологии. То есть многие его работы, посвященные этой теме, в частности немецкой идеологии, они стали доступны уже после непосредственно смерти Маркса, и уже многих удивили в свое время, что Маркс писал в том числе насчет критики идеологии как системы ложного сознания. Это уже произошло позднее в 20 веке. При всем этом, конечно же, не стоит рассматривать марксизм как учение, как некая изначально заранее запрограммированная концепция, Маркс в которой только выступил таким некоторым винтиком. На протяжении всей своей жизни Маркс рассматривал несколько вариантов своего самого крупного в итоге будущего проекта. Например, в 50-е годы 19 века, в конце 50-х годов 19 века, Маркс задумал первый проект своего будущего учения, который впоследствии он не реализовал, бросил и перешел к капиталу. Этот проект в дальнейшем получил название «Набросок критики политической экономии» или по-немецки, как часто называют этот текст, «Грундрисы». Сейчас он известен на русском языке как «Экономические рукописи» 57-61 года. И если обратить внимание на структуру того проекта, который тогда задумывал Маркс, то он задумывал гораздо более амбициозный проект, который он впоследствии реализовал. Это «12 книг», где капитал являлся лишь одной из книг. Маркс намеревался написать и о государстве, и международной торговле, и, собственно, о самом капитале, и о рабочем классе. То есть, интересным образом, если все-таки Маркс бы взялся за этот проект, а не за будущий капитал, каким был бы марксизм. В частности, вот Антонио Негри, крупнейший современный околомарксистский теоретик, считает, что марксизм теоретически мог бы быть совсем другим, но нам уже, видимо, это не суждено никогда узнать. Если же говорить о будущих интерпретациях Маркса, то, конечно, стоит сказать, что, так же, как и очень многие другие, Маркс подвергся самым-самым радикальным переосмыслениям, в зависимости от подхода. Марксисты сами чаще всего интерпретировали Макса как такого научного революционера, который совершил разрыв со всей предшествующей мыслью и создал некоторую новую науку. Но это довольно известно. Были, например, гуманистические интерпретации Маркса, то, что коммунизм выступал у него, как такое преодоление всеобщего отчуждения, эксплуатации и, скажем так, свободное развитие каждого станет свободой развития всех. В частности, известный советский философ Вадим Межуев именно так Маркса интерпретировал. То есть коммунизм — это общество свободного времени, когда человек будет тратить почти все свое время на самого себя, на творчество, он будет заниматься созиданием, а работать будет максимум всего лишь несколько часов в день, или вообще за него все будут выполнять роботы. То есть это некоторая такая гуманистическая интерпретация марксизма. При этом, конечно, существовали и такие достаточно более радикальные версии. Например, в частности, в последние годы даже существует интерпретация Макса как такого радикального либерала. В частности, можно упомянуть Пьера Розенвалона, который так Макса понимает, что на самом деле коммунистическое общество — это тот же самый экономический рынок, просто который уже без товаров. То есть если у Адама Смита того же главными структурами коммуникации были прозрачные рыночные механизмы, у Макса это механизмы неотчужденного труда. Но и в тех и в других случаях действует принуждение к универсальности. То есть все обязаны жить либо в обществе рынка, либо в коммунизме. То есть это такая достаточно экзотическая современная интерпретация. При этом, конечно, также некоторые авторы интерпретируют Макса уже даже в духе гигельянства. То есть рассматривают его как продолжателя немецкого идеализма. В частности, можно упомянуть американского историка философии Тома Рюкмора, который говорит, что Маркс в первую очередь был именно гигельянцем, и все его учение является такой некой гигельянской интерпретацией той же политической экономии. Есть сторонники у этой точки зрения. Но в любом случае, когда мы говорим о Марксе, стоит, конечно, упомянуть, что если его учение способно как-то в дальнейшем сосуществовать с другими такими же актуальными философскими учениями, то, конечно, здесь стоит сказать, что в этом плане недопустим какой-либо догматизм. То есть как бы то, что учение Маркса уже сейчас перестало быть какой-то вот такой священной религиозной идеей, которая отчасти была в советское время, и которую ни в коем случае нельзя было пересматривать, все-таки делает Маркса более актуальным мыслителем в сравнении с прошлыми десятилетиями. И в том числе какая-либо дальнейшая возможная идея развития его мысли остается вполне себе открытой, в том числе для будущих поколений. Продолжение следует...